Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор сайта Избаи визуально. Сейчас я вам хочу представить петли-уловитель двойной и поднять им петли на визуальной машинке Селир. Считалось, что этот петли-уловитель, поскольку он изготавливается специально для машин Нева 5, Нева 2, не подходит для импортных дорогих машин. На самом деле это не так, он подходит абсолютно для любой машины, вообще для любой, просто потому что мы этим петли-уловителем работаем не с иглами машины, а с петлями полотна. И петли полотна совершенно никак не связаны с расстоянием между иголками. Сейчас я вам продемонстрирую работу вот этого чудного инструмента. Вы увидите, что он поднимает петли в два раза быстрее, чем один петли-уловитель, когда мы должны поднимать два раза одну и ту же петлю, для того, чтобы сделать резинку 2х2. Пропускаем две иглы лица. Вот эти иглы я буду поднимать, вот эти петли. Не забывайте, когда мы поднимаем резинку, ставить в преднее рабочее положение иглы соседние с теми, которые мы поднимаем. Просто потому что иначе мы упустим все вязанное полотно. А еще лучше всю резинку поставить вперед, тогда нам не придется поднимать еще раз полотно, которое убежит с иголок. Итак, распускаем петельный столбик. Кстати, хочу вам предложить еще один инструмент, который не входит в комплект дорогих современных машин. Это шильца. Вот декер с шильцем. Почему-то считается, что он не нужен в машинке, на самом деле это очень удобный инструмент. Он также универсален и не подходит какой-то конкретной машинке. Он сам по себе, это просто вот такая загнутая тоненькая иголочка. И можно почистить машинку, и можно поймать петельку, и можно очень много чего сделать. Вещь очень хорошая, универсальная, рекомендую. Им очень быстро распускаются петли нужной длины. Так, оставляются петельки. Мы берем свой двойной петлю-ловитель. Без проблем надеваем на петли. И поднимаем петельную дорожку. Подтягивая петлю вот так вот к себе. Подтягивать обязательно для того, чтобы петля была более объемной, полученная в итоге. Не забывайте вставлять в переднее нерабочее положение соседние иголки, чтобы не упустить вязание. И хорошо подтягивая на себя петли, которые мы поднимаем. Это касается не только двойного петли-ловителя, но и одинарного тоже, это не важно. Теперь шильцем подправили петельки, чтобы они были объемные. Достали иголки. Подняли обязательно язычки. И спокойно надеваем на иглы уже поднятые петли. Видите, они надеваются без проблем. Несмотря на то, что... Сейчас я две петли вам оставлю, две иглы. Видите, петлю-ловитель, две иглы свободно помещаются между иглами и петлю-ловителем. Несмотря на это, петли одеваются свободно, потому что разница настолько невелика, не критично, что на подъем петель это никак не влияет. То есть вот этот петли-уловитель универсален. Он подходит для абсолютно любой машины. Эта шильца универсально подходит абсолютно для любой машины. Двойной петли-уловитель и шильцы ускоряют работу, помогают. Очень рекомендую вам иметь в комплекте к машинке таких замечательных универсальных помощников. Спасибо за просмотр!